Пятидесятница, день основания Церкви, распространение проповеди о воскресшем в кресте и получение нового закона, жизни в духе. Об этом мы узнаем из книги «Деяний святых апостолов». При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнили все духа святаго, и начали говорить на иных языках, как дух давал им провещавать. Не просто был шум, но шум с неба и внезапный, чтобы более изумить их, как бы от несущегося сильного ветра. Говорит, что сошествие от духа было с большой и сильной быстротой, и заставило всех сойтись и сбежаться туда, и наполнил весь дом. Дух Святой наполнил весь дом, чтобы показать, что дар этот дарован не отдельно кому-нибудь, но всей полноте церкви, потому что дом был символом церкви, как купель – символом воды, а это знак обилия и силы. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набошные всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих и его наречия. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сей говорящий не все ли галилеяне, как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились. Но дом наполнился не огнем, потому что это принудило бы их удалиться. И так не просто был ветер, не просто огонь, но Дух Святой явился там. Когда Ян Креститель видел Святого Духа, то видел его в образе голубя. Апостолам же нужно было видеть его в образе огня. Сел на каждом. То есть остался и начал обитать, потому что в Иерусалиме сидеть – есть знак прочного и постоянного пребывания. Парфяне и Медяне и Еламиты и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Эсии, Фригии и Помфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих Киринеи, и пришедших из Рима, Иудеи и Празелиты, Критине и Равитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. На кого же сошел Святой Дух? На двенадцать ли только или на сто двадцать? Ясно, что на всех, потому что апостол Петр ненапрасно приводит слова пророка, когда говорит «И будет последние дни, говорит Господь, излию от Духа Моего на всякую плоть». И они не просто приняли, но исполнились от Духа Святого. И при том не только апостолы, но все, писал в своих трудах святой Феофилак Болгарский. Субтитры создавал DimaTorzok